Апошня новины Гомельщины у материалах корреспондента у телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Витаю вас. У Гомельской областной клинической больницы проведена первая у Беларуси операция по одновлению поясничных позвонков. Она прошла под керовницей профессора из Германии, крестьяна Касперка, который одновременно дал майстер-класс для гомельских медиков. Под час операции у тела зломанного позвонка уводится силиконовый баллон, который вытремливает значную нагрузку. Затем у полости, которая утворилась, уводится в специальный костяный сегмент. Ее умоцовывая позвонок и не позволяет ему ломаться в дальнейшем. Данный вид оперативного вмешательства в нашей республике пока не выполнялся. Но пациентов таких достаточно. Это все пациенты, имеющие эндокринологические заболевания щитовидной железы, половых желез. Это пациенты, страдающие остеопорозом. Человек избавляется прежде всего от болевого синдрома. Перестает болеть позвоночник и ноги. Важное тое, что операция проводится малоинвазивным методом, без разрезов, для увядения имплантата до статкова проколу скурного покрыва. Это снижает болючее отчувание пациента и скорочает термин его реабилитации. А благодаря открытию нового нейрохирургического отделения у областной больницы, жахары гомельщины смогут отримывать допомогу, не выезжающие за межи в области. Завтра в Беларуси начнется дотерминовое голосование по выборах президента краины. У Гомельской области оно будет проходить на 1027 участках. Каким чином до этой подеи рыхтовались члены комиссии? И какие новые увядения предугледжены на этих выборах? Доведовался Алексей Сен-Серову. Сгодно с 9-м законодавством, дотерминовое голосование не проводится на участках, которые размещены в больницах и санаториях. В этой участке будут открыты только непосредственно по часу выборов. Все остальные готовы принять выборщиков за 10-й годин 6-го Костричника. При этом многие члены комиссии прошли специальные тренинги, где учились принимать адекватные решения во всех ситуациях, которые могут возникнуть на участку. Просматривались вопросы знания и соблюдения избирательного законодательства и, соответственно, моделировались те моменты, которые могут возникать в ходе общения с наблюдателями, средствами массовой информации и вообще происходящего в день выборов. На 21-м участку у Гомеля опошли перед дотерминовым голосованием посяжения комиссии. Размова выключена деловая. От гарантования безпеки людей, увы, неконно-звычайных ситуаций, до проведения голосования по месту жихарства. Отповедные заявы будут приниматься, а ли приедут члены комиссии до таких выборчиков, только одиннадцатых, как остричникам. Сирот нового уведения у специальные трафареты для людей, якие бачить дрянно, те не бачить увогули. Неких проблем возникнуть неповидно. У речи члены комиссии люди у перважной большинства в опыте проведения выборчих кампаний розного узровня. До речи у составе участковых выборчих комиссий Гомельской области 76% жанчины. У нас практически все члены комиссии уже люди опытные. Это у нас четвертая избирательная кампания. В нашей комиссии присутствуют и мужчины, и женщины. Разные представлены предприятия, но все это серьезные ответственные люди. От дотерминового голосования на Гомельске будут контролировать 4850 внутренних назиральников и представники международных миссий. По участковых комиссиях кажут, что их головная задача провести выборы в полной ответственности с национальным законодавством. Сгодно с регламентом, подчас дотерминового голосования на участку повинны присутничать не меньше двух членов комиссии, а так само старшинятия, его наместник дежурства будут организованы по графику. Вся речи требуется, что каждый член комиссии будет дежурить два раза по 3-4 годины. Дотерминовое голосование будет проходить по субботу включено с 10 до 14 годин и с 16 до 19. Вся необходная информация, начиная от программ кандидатов до выборчика кодекса, размещена на специальных стендах. Причин на шматриких участках есть еще и кутки молодого выборчика. Краина делает выбор в своем будущем. Я хотел бы обратиться к избирателям Гомельской области, всем принять участие в голосовании, отдать свои голоса за дальнейшее развитие, процветание нашей родной Беларуси. Алексей Чаров, Евген Макеенко, телерадио компания Гомель. У гэтая дни Гомельская городская организация Беларусского республиканского союза молоди проводит акцию под назвой «От дверей до дверей». Ее главная мета – я еще раз нагадаю Джихарам Гомеля про самую важную подзею у громадско-политичном житті краины – выборы президента Республики Беларусь. Як означают организаторы, акция носить выключенный информационный характер. У делу ее принимают больше, как 100 активистов БРСМ, яке проводят по кватерный обход у разных районах города и закликают пройсти у день выборов на участке и отдать свой голос за одного с кандидатов. У делники акции так само готовы отказывать на пытание грамадян по теме выборов. До 11-го кастрышника заплановано наведать не меньше, как 2000 кватер и дома уладанья. В связи с похолоданием, якое в ближайшие дни чекается на Гомельщине, службы жилево-коммунальной господарки переходят в режим готовности до включения цепления объектов социальной сферы и жилого фонду. Такое доручение керауниству Галины да усе не старшиня облыканкаму Владимир Дворник. Рашение об в початку отцепляльного сезона на конкретной территории будет самостоянно примать районные и городские выканавчие комитеты на подставе дадзенных об среднемесячных температурах вонкового поветра за пошне 5 суток. Ты мне менш старшиня облыканкаму попросил звернуть увагу. В умовах резкого понижения температуры, и кое чекается в ближайшие дни, не выключено, что тепло в медицинские установы, социальные установы, установы эдукации треба будет подать ранее, чем гэта предугледжена нормативами. Одным словом, службы жилево-коммунальной господарки повинны быть у полной готовности. До речи, у Гомельской области подрыхтовка датепляльного сезона практически была завершена еще до середины вересня. Одна из старейших и наибольша аутеритетных музейных установ Украины, Гомельский палацвопарковый ансамбль переживает другое нараджение. Зараз тут отбывается реконструкция одразу некальких историчных объектов. У першопочатковым выгляде отновляются навод дробные детали интерьеру, подрабязностью наступным материалям. Один из самых загадковых объектов у Гомельского палацвопаркового ансамбля покуль закрытый нарконструкцию. Побудованные в конце 19-го ста годя в так званом «неорусским стиле» каплица стала поховальней одразу для восьми представников рода русских князев, сироды яких и генерал-фельдмаршал Паскевич. Создается впечатление какой-то такой природной массы, которая над нами нависает, словно это какой-то пещера или грот какой-то, как будто бы мы находимся в портале, в инфернальный какой-то мир. Изюминка этого грота, этой усыпальнице является, конечно же, постамент княжне Балашевой, фрейлине императрицы. Редкие породы мармору и незвычайное облицовывание стен месяцовым каменем. Усё это смогло пережить Сосветные войны и революцию, однако частка декора усёж была разборана. Было два варианта. Это создание этого нового камня, надо было создать производство необходимое, изучить старинные традиции, и как создавался этот камень. И также у нас были сведения по поводу, где можно этот камень найти, который остался ещё со времён князя Паскевича. Проверить информацию накировалась археологичная экспедиция. Поле, на якем до революции по меркованию специалистов стояли цагляны и шкляны заводы, только на первый взгляд ничем не одрознивалось от суседних. Ковалки незвычайного шкла и стародавняя цыгла, которая выпускалась от тут до 1923 года, станут не только материалом для реставрации музейных помешканий, а и важными экспонатами. С допомогой некоторых археологи сподзяются обновить пробелы у истории Гомельской области. Клейма разнообразная, есть клейма с латинскими буквами. Ну и тот удивительный кирпич буквально с записью 1920 года по ещё не остывшему кирпичу, то есть он ещё был в массе, в глине ещё сырой. Ну вот, человек таким образом, мы не знаем, кто это, но он навечно оставил, скажем так, свою запись в истории. По словах работников музея, собранных каменёв повинны целиком хопить, так само на обновлении зимового саду и скляпов ледников. А дреставрованная же каплица-поховальня открыется для наведовольников уже всего лета. Алексей Немов, Вероника Ворошилина, преподтримцы агентства «Теленовин». В Гомере программы «Экзотик-шоу» открылся черговый 44-й цирковый сезон. А кроме традиционных выступлений с дрессированными живёлами, глядачоу чекают нумары, от яких литерально захопливает дух. На первом представлении побывала наша здымочная группа. Багатти фарбов и гуков, оригинальность выполнения и незвычайность подачи в «Экзотик-шоу» навед классичные нумары, представленные в новом светле. Кали жонглировать дык червоными котелками, ломать комедию за всеми разом. А вот под час выступления поветра на гимнастке у зале не до смеху. На труки, какие девчина выконывает без строговки под самым куполом, слабонервовым лепш не глядеть. За кулисами мы всё же потекавилися, те есть речи, яких боится артистка. Я не знаю, чего я боюсь. Наверное, тараканов только и всё. Я когда в воздухе, я работаю, и мне это нравится, я думаю в этот момент только о зрителях. Я думаю, как сделать так, чтобы зритель аплодировал, чтобы зрителю понравилось. Олег Головная зорка экзотик шоу «Жираф Багир». Пятиметровый пригожун родом из Африки. Зараз ему 12 годов. Мужчина у полном роспяти сил. За годы гастрольного життя Багир снимался у знакомитой программе «О свете живёл», не одной чеудельничал у конкурсах и на потеху публицу выучил множество труков. Цародых – поклонный реверанс и лунная походка, как у Майкла Джексона, и элегантный вальс. А за любимый ласунок – сухарик Багира охотно целовал всех жадающих. Зразумило, тех, кто был готовы до таких прояв – пяшот и жирафа. Все это время, время, время репетиции и какие-то трюки. Он сам подсказывал, что он может делать, что ему удобно. То есть мы его как-то так особо и не принуждали, скажем так. Легко с ним было работать. Он нас понял, мы его поняли. Подорожничий Багир у специальном фургоне при этом колонне супроводжает экипаж ДАИ, а каждые 2 годины припинок. Дорога для живелу серьезный стресс. А леди для любови глядачу артист переносит усенние годы. Руслан Пролясковский, Катярына Сапельникова, Евген Макеенко, телерадиокампания «Гомель». Я в спорте. У «Гомеля» прошло першинство Беларуси по боксе сярод молоди. С поборниц выносит статус отборочных на чемпионат Европы, який в ближайший час отбудется у Польши. Улику призеров и переможцев першинства, и представники Гомельской в области. На рынок областного центра Олимпийского резерва одиноборства выходили левшие боксеры 97-98 годов на рожжение из всех регионов Беларуси. Многие из их мают за спиной в опыту делу в престижных международных споборницах. Поспеховое выступление в першинстве открывает шлях на еще один буйный старт. Чемпионат Европы. Однако не только по этой причине турнир притягнул пильную вагу специалистов Федерации бокса. 97-й год это уже тот год который уже будет участвовать на взрослом рынке. Поэтому здесь также их просматриваем уже смотрим что для дальнейшего их видения уже во взрослом боксе. На рынок выходили не только юнаки али и девчаты. Жанноши континентальный чемпионат 2015 уже отбылся и першинство краины проходит с разликом на будущий год. Для женщин просмотр только но у них не в этом году у них уже была Европа а в следующем году мы также просматриваем их чтобы уже всех лучших взять на Европу уже в 2016 году. Гомельская область выставила на турнир больше як 20 бойцов. Серьезно рыхтоваться до споборництва пошли еще летом. После областного першинства провели тренировочные сборы. Так что команда региона различивала на медали. Готовы хорошо на мой взгляд готовились ребята прошли хорошие сборы у нас есть лидеры в этих в своих категориях но планируем что 2-3 человека от области должны участвовать на чемпионате Европы. По выниках першинства жанношая команда Гомельской в области подтвердила статус одного из лидеров в Украине. На рахунку гомельских девчат три перши-месцы одно сребро и три бронзы. Сирот мужчин у своих ваговых категориях наймаснейшими стали Георгий Ворошилов и Александр Халайов. Так само у активи гомельских боксеров шесть бронзовых узнагород. Максим Савин, Дмитрий Котов, Игорь Маришченко от телерадиокомпания Гомель. И это был последний сюжет выпуску. У студии працевала Наталья Игнаценко. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова